Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ингдемон, точнее даже теперь не Ингдемон, а Метатон12000. И сегодня мы находимся на той же самой карте, которая показывал тест открытия и закрытия двери. Если что, будет подсказочка там в подсказках. Итак, я сделал новую дверь, абсолютно новую дверь. Она очень, она такого же типа, но вот раз уже, наверное, как-то горизонтально или вертикально все-таки. Ну, потому что вертикально, потому что она поднимается вверх. Итак, вот этот именно шлюз я сделал. Спроси эту материну, что у него такого, естественно. Это что он не сможете пооткрыться, и это, наверное, сделается с помощью команд, как всегда. А, нет. Да, конечно, тут и нет команд, волос, нужна карта, вообще ноль. Есть какие команды блоки, но они чисто как декоративный способ, например, даже вот эти вот, они все аж приведут сигналы. Вы подумайте, что эти две кнопки приведут сигнал на командные блоки. Вот здесь то же самое есть. Вы сейчас скажете то, что, например, потому что одна из них откроет дверь, а вот и, а вот вы ошибаетесь. Все помнят о начале шестой главы, там, где уже пребываем практически где-то, мы пребываем к шлюзу между, даже не между, а к сферам ведущая. Да-да, тот самый шлюз, который был еще в шестой главе, собственно, не в седьмой, где-то там в конце шестой, а где-то практически в начале. После того, как мы упали, мы сразу идем и сюда попадаем. Чтобы решить нам такую головоломку, нам надо было поставить сюда портал и туда портал. Мы нажимаем на первый рычаг, заходим в портал, нажимаем на второй рычаг и дверь открывается. Здесь уже кнопки для усложнения. Ведь потому что зачем рычаги делать? Хочется, чтобы было что-то посложней. И на это я и придумал все-таки. Давайте мы взглянем на сам механизм. Все-таки вы уже до сих пор, помните, что это на командных блоках. А вот вышивайтесь. Этот поршень, да, мне пришлось немножко снести, но это нужно было, чтобы вот эта вот часть не зацепила эту стенку. Вот здесь, которая здесь раньше была стенка. Два слоя стенка, мне пришлось мне полностью снести. А вот вышивайтесь с чертого механизма. Вот он. Это поршень, который будет поднимать вот эту здоровенную дверь. Это механизм, собственно, сам. Если нажать на две кнопки одновременно, два редстоун факел погаснут, а значит, что редстоун факел, точнее даже не факел, а редстоун пыль погаснет, что даст включиться этому, разблокироваться этому редстоун факел, который подаст сигнал на этот репитер. Короткий сигнал на этот репитер. Задержка, ну, максимальный. Который подаст на вот этот, собственно, механизм, который переключит, собственно, защелку. То есть здесь отключится, реверсивный механизм поменяет полярность свою. За счет этого мотор будет поворачивать сам вал в другую сторону с помощью этого и позже начнем подниматься, так скажем, вместе с дверью. Как-то вот так. Ну, чтобы это сделать в Майнкрафте, в принципе, это даже силу не надо. Даже дурачок может справиться. Ну, хотя навряд ли. Занер, стол, мастер все-таки не подводит меня. А чтоб разблокировать такую дверь, железнадкую дверь. У меня нету, к сожалению, это не открытый сервал. И здесь нету абсолютно, то есть ни людей, никого. Здесь нету даже моего друга. Даже я нажимаю на там сейчас вот, на там нажимаю. И не открывается список. Если бы он открылся, значит, что на серваке кто-то был. Или просто была бы сетевая игра. Ну, вот так. Чтобы открыть такую дверь, давайте пойдем сначала в какую-нибудь другую, не знаю, в рандомную такую. Пойдем, во-первых, вот эту вот. Почему бы и нет? Давайте поднимемся, поднимемся. И чтоб разблокировать этот, точнее активировать, можно взять растонфаки, можно так вот сюда для красоты посадить. Если взять четко посередине, то будет видно вот такая вот галочка. Нас сейчас не это волнует. Если мы поставим любую, то есть можно просто взять растонфаки и посадим его вот сюда, куда угодно, хоть сверху, сюда, но не снизу, потому что здесь кнопка стоит. Итак, здесь мы активировали. И теперь мы разблокировали там первую пакию. Но не разблокировал сейчас сам механизм. Давайте даже взглянем на это. Видите? Пакию погас и горит крестик. Даже не горит, а отключился, можно так сказать. Ну, без разницы. Отключился. Много есть слов подбора к этому всему. А теперь, когда я нажму здесь на кнопку, откроется сама дверь. Но я не смогу это сделать, ведь я пытаюсь. Не нажимаюсь, а все потому, что вы не нажали на кнопку подписаться и поставить лайк. А еще также нажать на колокольчик. Я даю вам через 3 секунды вы должны успеть поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Давайте, даю 3 секунды. 3, 2, 1. Все, время вышло. Кто успел, тот и съел. Точнее, даже кто не успел, тот и съел. В принципе. Ну, вы поняли. Итак, нажимаем на кнопку. Бум. И да, шлюз открывается. Все-таки я смог этого добиться, да. Я поставил скорость этого. Все, пойдем. 32. Давайте я даже покажу вам. Если кто не верит мне, на всякий случай, неверующим людям, потому что я говорю правду, стоит 32 оборота в минуту. Всего 32 оборота в минуту. И, к сожалению, здесь ничего нет, поскольку автор здесь ничего не сделал. И поэтому, вообще, я здесь эту дверь решил... Она раньше была вообще никакая. То есть, она просто была декоративной. Обычной дверью, которой я не было ни открыть. Здесь не было вот этой вот части, которой я пришлось застраивать самим. Там не было ни такого механизма. Здесь была обычная стенка и шлюца. А здесь я пришлось даже обрезать сам мостик этот. Чтоб эта дверь могла подняться. Иначе, Поршень из мода Create не смог бы поднять слишком такую большую тяжесть. Как-то вот так. Так здесь пустота. Жалко. Надеюсь, потом в будущем, когда... Я помню, читал на Planet Minecraft, то, что когда, собственно, обновится Майнкрафт до 1.17, То есть, уже до 1.17, когда уже будет доступна очень большая высота. А у меня он уже стоит, поскольку у меня мост скачан. Вот, кто не верит, вот. Вот, еще даже тут лазанья, вот, всякие вот, есть, вот. Где тут еще было, но, короче, вы поняли. Это, так. Ну, просто вот такая дверь, и так же... Она еще, кстати, и так же закрывается. Вот, давайте пойдем. Нажимаем на кнопочку. И она опускается спокойно, плавно. Именно эту фичу я и смог использовать, поскольку крейт идет на 1.16, 1.16.4, там. Но не на 1.12, не на 1.7.10. На все старые, старые версии не идет. То есть, она новая. Кроме 1.12. И 1.7.10. Ну, короче, вы поняли уже. Ну, в принципе, вот такая вот дверь, где получилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я пытаюсь выкладывать в видеоролики, про как можно больше выкладывать. Я пытаюсь как можно больше выкладывать их. Но то, что у меня еще и домашняя работа, то есть, нет, не то, что у всех же каникулы, то есть, домашняя работа в другом смысле, то есть, помогать своим родителям еще. И все такое, собственно говоря. Ну, в принципе, как-то так. И поэтому я стараюсь, очень сильно стараюсь набить. Моя задача сейчас накопить тысячи подписчиков. Это моя задача, главная задача. И не ради денег, ради того, что прославится. Я давно всегда себе мечтал о славе. Да, может быть, когда-нибудь. Я все-таки обосную, а компанию, а Печер Сайенс, в реальности. Эти деньги, собственно. Или я себе куплю гораздо лучше компьютер уже. Скоро больше памяти будет. То есть, я думаю, украшу даже игры, которые будут весить очень много. Прям очень. Потому что мой компьютер сейчас где-то, ну, 4 гигабайта, можно так сказать. Но это и так уж сильно. Прямо что, можешь тянуть тебя на игры, на полной графике. Но эту всю карту он даже не может подтянуть. Поскольку, если я куда-нибудь пройду, и если один Чанг прогрузится, то начнется жесткие лаги здесь. Потому что карта гигантная. Кто не верит, давайте я нажму на букву G. Ключу день. И это вся карта. Вот здесь. Вот это. Вот это вот весь комплекс. Закрытые места. Да, вот здесь еще какой-то странный город, который я не могу понять. Снежный город, или как его называть. Здесь пустота, потому что я здесь летал. И вот здесь. Вот это все. Здесь даже заготовки еще остались. Заготовки. Вот это все. Все, что за гранью комплекса, то есть не касается. Вот эти все постройки на красном фоне, вот эти выделенные. Это и есть заготовки для будущего. Вот это шестая глава уже, которая должна была быть, находиться вот здесь. Где-то вот под этим всем. Хотя за сглаши вот здесь где-то находится. Ну это конечно странно, то что шлюз как-то по-другому будет. Ну ладно, это не о том, мы уже говорим. Вот здесь я помню, было вот эти вот, вентилятор большой. Я помню этот. Там проходник, и там сверху и снизу вентилятор типа. Я могу, ну слушайте, может в следующем видео, давайте я туда потом слетаю, в следующем видео. И заставлю их крутиться в этот раз уже. Даже здесь испытание 0-0. То самое из Portal 1, там где мы просыпаемся. Правда там пусто, когда мы заходим со мной испытание. Вот тут еще один, помню, бушлюз. Здесь полис пшеницы. Здесь камеры консервации, вот такая большая территория камеры консервации. Здесь, не знаю, 10 тысяч чертовых овощей поместится. Ну, как говорил Витлий, собственно, 10 тысяч чертовых овощей можете замариновать. На самом деле, может быть, это не так. Вот там еще можно слетать туда же, только в других сетях. Тест 4, 2, ну, короче, это уже тесты либо о Лютли, либо о самой Глаше. Уже я могу понять, от кого они. Да и, собственно, в каком порядке они располагаются. Здесь вот еще какой-то комплекс, представляете? В одном из этих ангарах находятся истребители, твоюж, налево. Реально, там находятся истребители. Истребители, которые, типа, не знаю, зачем компания, опять же, санец истребитель. Может, это он просто так построил. Потому что ему было, наверное, либо не слишком слабый компьютер, ему, ну, в принципе, один мир пришлось создать, на котором была куча построек. Либо же это просто заготовка, когда уже будет новая улица. Потому что, поскольку этот комплекс где-то практически до 256 блоков примерно высотой. Ну, практически, я видел больше. Это, кстати, да. Я видел эту карту, там, где Басяла портуаль, 256 блоков. Но она была готова на 5%. Это еще в том ролике, там, где обозревала прическа, с которой я достраиваю. Там еще, кстати, именно на той карте у меня и происходил батл со сворой. Да-да. Да, как-то вот так. А это другая карта. И она не занимает где-то 256 блоков. Она где-то... Давайте взлетим все-таки и посмотрим, что я самому уже не помню. Где-то до конца всего воздуха. Ну, как, не воздуха, а до конца карты вот. Оставалось где-то 20 блоков до самой вот конца вот. То есть, через 20 блоков уже было ограничение само ушло бы. Здесь красное стекло, кстати, кто не знает. Ну, сейчас... Ну, теперь вы узнали. Это с текстурпаком здесь. Так выглядит красное стекло. Очень большой слой из красного стекла. И вот примерно вот это. Вот здесь несколько вот таких лифтов, типа. Я не знаю, я не понимаю, что это за постройки. Ну, бы хотя бы как-то... Давайте вот так смотрим, через сколько. Вот, все. Вот ограничение. Это ограничение. Давайте взлетим на самую верхушку, наверное, там, где вообще будет очень много места. Вот сюда давайте. Самое высокое, я смотрю, тут. Я больше других не вижу. Давайте посчитаем. Раз, два. Все, один блок здесь уже остается. А здесь куча. То есть, вот здесь можно построить что-то. Не очень-то и высокое. Примерно с размером вот этого блока. То есть, с размером вот этой всей части. Плюс этим блоком. Примерно как-то вот так. Да. Еще, кстати, здесь есть, ну, кто не верит, то там реально глазал с Глашей. И там никуда просто вот... Это просто зазглаешь. То есть, она ничего не сделает. Она еще ничего не делает. Я могу, конечно, ее функционировать с помощью смода Create. Могу попробовать. Но навряд ли это получится, блин. Чтобы она реально, типа, хотя бы не крутилась, блин. А что-то делала. Я у тебя куда-то прилетел, куда, я не знаю. Давайте посмотрим. Не. Я не жалову, что я сюда приду. Кстати, здесь еще есть такие цифры оранжевые или белые могут встречаться вам. А, так это уже выход из тестового камеры. Все, понял. Это 0,9 написано. Это то есть, либо камера обозначается таким образом. Я не знаю, напишите в комментариях, кто знает, что это за отметки находятся на самих вот этих частях испытательных камер. То есть, на вот этих вот испытательных камер. И там написано, какими цифры. То есть, 20, 56, 2018, например. Или 0,9 там, 0,4. Напишите в комментариях, кто знает, пожалуйста. Да. И, блин, вот такой вот ролик вышел. 16 минут приблизи. Ну, 17, давайте ведь. Все равно уж уже. Да. Все-таки же красота. Может, я... Короче, если мы наберем на этом видео уже хотя бы 50-100 лайков. Ну, или хотя бы где-нибудь 69. Ну, не знаю. Ну, хотя бы 100, чтобы было. Вот идеально это будет 100. Идеально цифра будет 100 для меня. Лайков. И 1000 подписчиков. Это для меня будет самое идеальное. Ну, а мы, в принципе, на этом будем... Вот когда... Вот, в принципе, вот... Вот, в принципе, вот... Даже тут еще есть какая-то камера консервации. Вот я смотрел. Там не было почему-то кровати. Но это связано с тем, что эта карта на неизвестную версию... То есть я смотрел, и она неизвестно написана. Вот я просто взял, зашел, нажал на кнопку. Я знаю, что делаю. Запустил этот ресурс-фак, собственно. И вот так получилось, собственно. Большой, гигантский комплекс. В опроте цифры сам я и говорил. Вот эти вот, видите, вот. 0,3, 0,3. Что им, тройку поставить? Этим тестовым камерой. Это... Или это обозначение на тестовой камере. Или что-то. Я не могу понять. То же самое, в оригинале я постоянно их встречал. Даже в PortoStorySML. Возможно... Ну, короче, если мы наберем на этом видео 100, абсолютно 100 лайков, я выпишу обзор по этой карте. Но она будет всего же по частям. По множеству частям. Это... Ну, возможно, либо это стрим будет. Если вы наберете... Если вы хотите, чтобы это была стримерская версия этого видео, ну, не этого видео, обзора карты будет стримерской части, то тогда наберете 1000 подписчиков. Ведь, потому что мой контент очень годный. Пожалуйста, подпишитесь. Я могу рассказывать что угодно. Хоть как-то столом механизм какой-то построить. И даже недавно на моем канале вышло там видео про Роблокс. То есть... Я спойлерить, конечно, не буду еще какие-нибудь видео. Я вообще не хочу, потому что я хочу за вас заинтриковать, собственно говоря. Ну, так вот. Если мы наберем 1000 подписчиков на этом... На моем канале. Я выпишу... Я выпишу... Тьфу-ты. Выпущу стрим. Там, где будет... Я буду играть, наверное, час... Час или два. Можете больше. В этом колесе можно потеряться, блин. Вы видели на масштаб этой карты. Так что, если мы наберем 1000 подписчиков, то тогда я сделаю... Сделаю стрим. Там, где будет показано, собственно, все вот это. Да. Ну, это мы будем завершать наше видео. А с вами был я. Метатон1200. Так скажем. Ну, это как притворил... Ну, просто вы поняли. Метатон1200. И гигантский комплекс Aperture Science. Всем удачи и всем пока.